В районе поселка Попанинцев прошли спортивные соревнования велосипедистов, приуроченные к празднованию Дня Строителя. Традиционно такие мероприятия проводит Совет молодых специалистов комбината «Урал-Азбест». Ежегодно в соревнованиях с удовольствием принимает участие вся активная молодежь комбината. В этом году зарегистрировалось более 35 любителей велосипедного спорта, как девушки, так и молодые люди. Многие принимают участие не в первый раз и даже приводят с собой родных и друзей. Традиционно в рамках празднования Дня Строителя Совет молодых специалистов и акционерное общество «Урал-Азбест» организовывает соревнования, велосоревнования. И это уже стало доброй традицией. Это возможность еще раз молодым людям, которые работают в разных наших подразделениях и в дочерних предприятиях встретиться, посоревноваться, ну и порешать технологические вопросы. Потому что я вижу, что ребята еще и обсуждают и те вопросы, которые есть у них на производстве. Руководство предприятия всегда готово поддержать творческие и спортивные начинания сотрудников комбината. Ежегодно составляется большая культурная программа, в которую входят конкурсы профмастерства, спортивные состязания и даже конкурсы красоты и талантов. Каждый месяц проводятся различные мероприятия, в которых может участвовать любой сотрудник комбината. Эти соревнования очень нужны и приятно сказать, что и руководство предприятия, комбинат «Уралоспес» и профсоюзная организация всячески поддерживает, способствует этим соревнованиям. Они ведь не только летом проходят. У нас соревнования по плаванию, у нас есть спартакиада комбината, у нас есть спартакиада обкома профсоюза строителей России, в который входит наша профсоюзная организация. И плавание, и лыжи, и зимний, очень большой, так сказать, регламент соревнований на призы, и на призы генерального директора Королева Александра Александровича и многие другие мероприятия. Девушки традиционно проехали по трассе 2 километра. Для мужчин в этом году дистанцию увеличили до 4 километров. Помимо велосоревнований, организаторы провели также небольшие состязания по прыжкам в длину и чеканке мяча. Каждый смог проявить себя на своем уровне. Здесь главное не победа, а участие. Нет жестких ограничений, принимают участие все, кто умеет кататься на велосипеде. Каждый для себя выбирает скорость. Здесь нет у нас каких-то гонок на олимпийские медали. Мы четко понимаем, что это для своего удовольствия. И нужно с умом подходить к всему, и дорожить своим здоровьем, потому что иной раз на трассе можно очень сильно упасть и повредить себя и велосипед. Поэтому нужно беречь себя. В каждой возрастной категории были выявлены трое победителей, которые получили денежные призы. Двое участников – девушка и молодой человек, показавшие лучшее время на трассе, получили суперпризы. Анастасия Василенко давно занимается спортом, что помогло ей занять первое место среди девушек на соревновании. Я участвую практически во всех соревнованиях, которые проводятся у нас на предприятии. Нравится? Да все нравится. Организация нормальная, быстро, спокойно, без заминок, никакой суеты. Велосипедные соревнования – прекрасный способ приобщиться к здоровому образу жизни. И, конечно, это хороший повод пообщаться вне работы на свежем воздухе с коллегами и друзьями. Юлия Гладских, Татьяна Мельникова, Тимофей Хлебников. Новости АТВ.